1 сентября, первый день первого учебного года. Во дворе одной из школ, нестройными рядами стоят выпускники детского сада, нынешние первоклассники, директор школы. Дорогие товарищи дети, сегодня 1 сентября вы вступаете в первый класс. Вам всем, всем по всем, по всем, всем по всем, 8 по всем, всем лет, разрешите мне в этот знаменательный день, знаменательный час, знаменательный год от имени Педа-Экспома состава приветствовать вас, о вашем лице, ваших родителей, от лица преподавателей моего лица, лиц наших сотрудников, новое поколение, вступающее в стены школы нашей средней, вашей жизни, всей отныне. Дорогие товарищи дети, вам всем, по всем, по всем, 8 по всем, всем лет, и вы поймете, с каким волнением мы планировали подготовку, организацию учебного процесса, переработку первоисточников, классиков для легкой усвояемости, вашими молодыми организмами сил, что с мальчиком успокоите ребенка, я разговариваю. Дорогие товарищи дети, ваш неустанный упорный труд только тогда снискает то, что он должен снискивать. Снискнуть, снискнет, снискать, кого чего, снискнуть. Если вы с полной отдачей и беззаветной работоспособностью, так характерных, ным, ных-ным, ных-ной, ных-ным, ных-ных, с кем, с чем, с ных-ной нашей интеллигенции. Успокойте ребенка, я разговариваю. Дорогие товарищи дети, разрешите предоставить слово нашим шефам по комплексно-техническо-производственному обучению заводу имени Нептуну, от имени которого главного инженера выступит начальник старшего техотдела у нас в гостях Костоглазов. Встретим, дети, его сейчас с вниманием. Здрасте. Дорогие товарищи маленькие дети, разрешите мне от имени завода управления отдела главного технолога, технического отдела, лаборатории, вычислительного центра, совкома, месткома, комитет комсомола, а в вашем лице всему поколению, вступающему в нашу жизнь, маленький привет. Перед лицом новых достижений я от имени коллектива с Новым годом вас! Дорогие товарищи маленькие дети, коллектив нашу Нептуна завода просил передать вам, что он, в свою очередь, решил взять на себя дополнительное обязательство. Наш техотдел, в частности, решил довести до промышленной серии опытный образец агломератно-дробильного агрегата НКЗ-18 без федалью, доведя его производительность до 18 тонн горячего агломерата, быстрого схвата в ней в час. Тише, дети, это интересно! С мамой придешь. При затрате электроэнергии 18 киловатт на расчетную единицу веса, которую мы принимаем равной 1 килограмм на единицу мощности, что, в общем, соответствует тех условиям ТУ-54-49 от 25-го, 5-го, 59-го года СНХ ДПУ от 18 января при себестоимости 16 копеек за тонну. И что, это много? Это даром, дети! Что уже на 0,5% ниже, взятых нами за прошлый год, когда мы еще грели пересыщенным паром, дети. Нет, выйти нельзя. Интересное письмо написал колдовщик нашего завода. Терпи, я же терплю. Он просил передать вам, маленьким мальчикам и девочкам, что обязуется сэкономить горюче-смазочных, аптирочных, шпалопропиточных, стали-прокатных и ликеро-водочных материалов на сумму 8 850 фунтов стерлингов. Это такие плохие рубли, дети. Мы обязуемся так же, так же, как, так же, как, как, так же, так, как, как, как же, так же, так же, как же. Что-что? Уписался самый маленький. Вот теперь выйди. Ну все, меняйте им штанишки, вытрайте носики, перерыв. Что бы я делал в экстренных случаях в пиковых положениях? Я бы кушал ночью, это раз. Спал бы днем, это два. Пил бы для веселья с быстрохмелеющими женщинами от недорогих вин, типа олиготе, это шесть. И только бы с пьяными женщинами разговаривал, это двенадцать. Я бы работал, когда захочется, и часы бы перебил, и детей бы узаконил, и наелся бы устриц, и в Париж на минутку и обратно, это шестнадцать. А в деревне на подводе с сенами девками, а обратно быстро на машине, это тридцать два. И спать тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть. Стричься у ласкового парикмахера с длинными пальцами, обриться у длиноногой смуглой и сидеть низко, чтобы она наклонялась и пачкала свой нос в пене. А я бы ее слизывал, мы бы оба смеялись. Это девяносто шесть. Охотиться можно, но не на уток, а на воднолыжников. Из мелкокалиберки с упреждением. Скорой помощи рыло набить, чтобы на чеку и почутче, в корне почутче, а наших всех реанимировать, а гады пусть мрут от инфарктов и пестицидов. Это сто! Борьбу с пьянством прекратить. Тем более, что это не борьба и это не результат. Пограничников снять и хорошо угостить. А чтоб сюда не лезли, забором все, и дырки, пусть видят, что здесь и как здесь весело. Морякам всем вернуться назад! Они туда плавают, чтобы здесь гулять. Так здесь и так гуляют. С театрами. С театрами. С театрами. Пусть играют. Пусть играют. Ни вреда, ни пользы. Делайте, что хотите. Только осторожно. Не дай Бог перемрете от бессилия своего бесстрашия, от чудовищного выбора позиций в классовой борьбе. А в баню по четвергам ребята это всем вместе, кроме официантов и поваров. Им по пятницам. А в четверг баню с пивом, раками, с зеленью. И ты, господи, водочкой! Но в понедельник буду строг. В понедельник все спим до обеда, до шести вечера. Воробьям, сволочам, лапы ватой обмотать, псам кляпы напасть, женщинам не рожать, пусть мужчины подсчитают, и все спим. Вторник, среда, личное время. А в пятницу с девяти до двенадцати в комнате мирно все выслушиваем друг друга. и перестаньте ругаться и кричать друг другу «Еврей, еврей!» У нас в стране не все евреи. Чувство юмора прекрасное чувство, оно необходимо каждому человеку. И как жаль, когда у некоторых его нет. Вот у нас в институте произошел такой случай. Есть у нас грузин по фамилии Горидзе, а зовут его Авас. И доцент Петяев страшно тупой. Он вызывает к доске этого грузина, как ваша фамилия? Горидзе. Зовут вас как? Авас. Меня Николай Степанович, а вас? Авас. Николай Степанович, а вас? Авас. Николай Степанович. Так продолжалось два часа. Он никак не мог выяснить, как зовут грузина. А что, что? Я тоже хочу посмеяться. Я случай рассказываю. Какой? У нас в институте. Ну-ну. Есть у нас грузин по фамилии Горидзе, а зовут его Авас. И доцент Петяев тупой. Вызывает к доске грузина, как ваша фамилия? Горидзе. Зовут вас как? Авас. Меня Николай Степанович, а вас? Авас. Николай Степанович. Есть у нас грузин. По фамилии Горидзе, зовут его Авас. И доцент Петяев тупой. Вызывает к доске грузина. Как ваша фамилия? Горидзе. Зовут вас как? Авас. Меня Николай Степанович, а вас? Авас. Николай Степанович, а вас? Авас. Николай Степанович. Есть у нас грузин. По фамилии Горидзе зовут его Абаз. Зовут грузина Абаз. Его так назвали, он не виноват грузин. Ну тебя как зовут? Степа. Ну ты Степа, он о вас. Он о вас, ты Степа. Грузин о вас. А кто Степа? Ты Степа, он о вас. А доцент тупой. А ты Степа. А он тупой. Вызывает доцент грузинок в доске. Как ваша фамилия Горидзе? Зовут вас как? А вас? Кого? Что кого? Кого он спрашивает-то все время, периодически? Кого периодически спрашивает? Ну он его, а тот никак. Уперся не отвечает. Хучубей. Кто Хучубей уперся? Кого спрашивает? Периодически он уперся, Хучубей. Грузин уперся, Хучубей. Какой грузин? Есть у нас грузин, и доцент тупой. Вызывай к доске грузина, как ваша фамилия Горидзе. Зовут вас как грузин. Он думал, что он спрашивает грузина. А грузин думал, что грузина грузин. А в чем? Об доценте. Нет, об грузине, об грузине. А грузин думал, что грузин об доценте. Об грузине. Он говорит, как ваша фамилия? Горидзе. Зовут вас как? Он говорит, а вы? Он говорит, а я доцент. Он говорит, а я грузин. А доцент говорит, а я тогда кто? Он говорит, вы тоже грузин. Хучубей. А, так они оба были грузины. Одновременно. Нет, сначала один, потом второй. Нет, доцент был грузин. А тот Стёпа. Это же я Стёпа. Ты тоже Стёпа? А кто же грузин? А, грузин не знал, что он грузин. Ему что, не сообщили? Сообщили, но поздно. Он уже был о вас. Давай еще раз. Есть у нас грузин и доцент тупой. Но? Доцент очень тупой. А грузин? А грузин нет. И ты тоже вместе с доцентом. Периодически одновременно. Ну? Ну, вызывайте, говорит, а вас, а вас, а вас, а вас, а вас, а вас, а вас. А-а-а! А-а-а! Ну и что? Ничего. А что вы смеялись? Тьфу! Алло, 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 Гриша. Да, кто это? Это Миша. Сейчас я подойду к другому телефону. Не надо. Здесь плохо слышно. А я ничего не собираюсь говорить. А-а-а! Я ничего не собираюсь говорить. Вот видишь, я тебя не слышу. А я тебя слышу хорошо. А я тебя очень плохо. Так я ничего еще не говорю. А-а-а! Я ничего не говорю. Что ты хотел сказать? Ничего. Громче. Ничего. Медленней. Ничего. Ничего? Да. Что ничего? Да. Алло, это Миша? Да. Это Гриша говорит. Да, Гриша. Я тебя слышу хорошо. Не кричи. А я тебя очень плохо. Так я ничего еще не говорю. Что ты хотел сказать? Ничего. Громче. Ничего. Когда ты приезжаешь? Двадцать четвертого. А-а-а! Двадцать четвертого. Я тебя не слышу. Я тебя слышу хорошо. Говори. Не надрывайся. Когда ты приезжаешь? Двадцать четвертого. Не кричи. Когда ты приезжаешь? Двадцать четвертого. Не надрывайся. Я тебя слышу хорошо. А я тебя очень плохо. Когда ты приезжаешь? Двадцать четвертого. Какого? Двадцать четвертого. Кто? Я. Что? Приезжаю. Когда? Двадцать четвертого. Не кричи. Так, все, я, слава богу, тебя опять не слышу. Я тебя слышу хорошо. Говори. Что? Ну спроси, когда я приезжаю. Когда ты приезжаешь? 24-го. Так, все, я буду говорить только цифры. А ты только говори да или нет. Хорошо. 21-го? Нет. Да? Нет. 22-го? Нет. Да? Нет. 22-го нас не будет дома. И не надо, я не приезжаю. 23-го? Нет. 24-го? Да. 25-го? Нет. 26-го нас опять не будет дома. И не надо, я не приезжаю. А, так мы тебя не встречаем. Все, слава богу, теперь я слышу. Телевизору говорят, что вредно пить. Аж зло берет. А вот в журнале «Здоровье» и что за тысяча, за тысяча еще 969-й год было написано, что вино полезно. Один доцент, я точно не помню его фамилию, так и пишет. Напивайтесь, а полезно. Он пишет, что коньяк всегда полезный. В той же статье пишет, что коньяк всегда полезный. Против простуды пишет полезный. Расширеет сосуды всегда полезный. Но дорогой, потому что полезный, поэтому дорогой. А если сердце больное, хорошо водку с перцем принять. Туда две рюмочки крепленного, внутри не больше. Все это дон себе, утром встал. Ненадежное сердце пусть все ищут, никто не найдет. А как же это все в лаборатории научные сотрудники все на себе испытывают? Они святые люди, уважают науку этих людей. Один доцент пишет, что он только себя этим на ноги поставил. Водка с перцем крепленное и сухое. Да, туда еще сухого. Это было в литературке за 67-й год. Вот ты молодой газет не читаешь, все девки в голове. А здоровье не думаешь. А доцент пишет, что он только себя этим на ноги поставил. Водка с перцем крепленное и сухое. Только он пишет беременным женщинам нехорошо. Им нужно без перца. А так состав тот же. Еще там был такой рецепт на пружку вина крепленного, стакан пива. Ух, суррогатик вот такой вот. Один доцент только себя этим на ноги поставил. Он себя поставил на ноги, детей поставил на ноги. Жену на ноги поставил. Сейчас всех соседей ставить на ноги. У него же весь двор на ногах стоит. Только-то он пишет хорошо с утра. Это для почек. А для суставов часов 12 принять. Когда уже солнце подошло. Когда уже солнце и суставы уже в равноденстве. Ломоту снимает в суставах моментально. У тебя был треск в суставах? А у меня знаешь какой был треск? А сейчас меня слушай после лечения. Слушай меня сейчас. Мотылёк. Птичка божья. Раньше никому близко подойти не мог. Трещал как пулемёт. Демаскировал. Вот один профессор пишет, что смазку суставам даёт. Полторы сотни зубровки. Две сотни медь снова. Столовая ложечка олиготеп. И чуть-чуть ацетона для запаха. Чуть-чуть для запаха. Ты мгновенно забываешь про суставы. Что не стало, как змея ползёшь, шелестишь, по земле стелишься. А вот желудочно гастритчиком, калитчиком и поносно запорником. Морочный леготеп, не дай бог. Не дай бог тебе леготеп. Боже, тебе сохрани это леготеп. Только спирт с хренами два часа ничего не кушать. Терпеть можно пивом запивать. Один доцент только себе этим на ноги поставил. У него язва была с двенадцатиперцовой кишки. Пропало начисто. Полное пропадение язв. Был случай уникальный, он обошёл в все страны мира. У нас произошёл на горах Кавказа. Академик лежал в пластом после инфаркта. Думали, что уже всё, уже, думали, что уже, думали, что уже, академику думали, что уже, всё, уже, всё. На хребте Кавказа на спине академик лежал. Думали, что всё, уже, думали, что уже, думали, что уже, думали, что уже, всё. Светило лежало. Думали, что всё, уже, всё, уже. Уже конвульсиум собрали. Думали, что всё, уже, всё. Стали самогонкой отпаивать. После трёх стаканов сам сбежал с горы. С кайлом, с верёвкой, покойником был. Да когда он, слышишь, кто-то самогонки влить, сейчас бегает, академик. Кандидатскую будет защищать скоро. А был случай, один профессор 30 лет на себе все сорта испытывал. 30 лет на себе герой. Ему памятники с бутылки нужно сделать. Потому что он знал, что против чего. Он писал, что брага хорошо почки прочищает. Сивуха даёт печени прострел навсегда. Да на мозги хорошо действует. Лак подогретый. Винатуратом и настоем на мухах. Мозги живлятся, в трёх смене работают. Потому что, когда думаешь о здоровье, так знаешь, что против чего. Не можешь пить, так и не пей. В опере давали Бориса Годунова. Шёл второй акт. Россия, тёмное царство. Царь-убийца. Кровь младенца жгла ему руки. Больная совесть не давала покоя. В перерывах между актами на сцене было темно и тихо. Дирижёр сидел за пультами и ждал сигнала. На сцене тихо передвигали мебель и стучали молотками. За сто восемьдесят тысяч я должен на себе таскать этот трон. Ищите себе другого. Нет, вы будете таскать. За сто восемьдесят тысяч? Да, за сто восемьдесят тысяч. Платите больше, буду таскать. Это что, я вам плачу? А кто по штатному расписанию? Значит, надо увеличить, так увеличить. Всё тихо, тихо, всё тихо, тихо. На Лебединое озеро можешь не выходить. Тихо. Что тихо, что тихо. А Бор в ронгах юродивы. А-а-а. А-а-а. Трон по пятьдесят раз. Туда, обратно. Туда, обратно. У вас же режиссура. Я просил вашего режиссёра сделать трон из картона. Как из картона? Он же актёра не выдержит. А вы его платите сто восемьдесят тысяч? Его любая бумага выдержит. Кто придумал сто восемьдесят тысяч? Я не знаю. Вы директору говорили? Говорил, он тоже не знает. Ну так увеличивайте. Как я могу прожить на сто восемьдесят тысяч? А как я живу на свои сто? Всё тихо. Вы премию получили. Тихо. Плевать хотел на ваши премии. На них, в закон, семечек не купить. То ли дела перета. Каждый месяц премии. Спецовки, новые карды, балет. Вы мне перета не тычьте. Вот перете аншлаги. А в оперу сейчас никто не ходит. Время такое смутное. Так закройте вашу оперу. Это что, моя опера? А чья? Мусорского. Так вот, пусть он ищет, чтобы ему за сто восемьдесят тысяч таскали этот трон. Кощун. Он давно уже умер. Вот видите, я не нашёл. Теперь вы будете искать. Очень мне нужно. Да ну и наша вам скисочка. И пошёл вон. На пульте зажглась лампочка. Пошёл занавес. На сцене стоял криво поставленный трон. На нём сидел криво посаженный царь. Россия, тёмное царство. Он пытался повернуть трон лицом к публике. А потом запел так. Что ему больше всех надо? Да пропади, оно всё пропадом. Гори, оно всё ещё не могло. И так утро летнее, воскресное, ещё прохладное. Потянулась в горы молодая интеллигенция. Потянулись к ларьку люди среднего поколения. Детишки с мамашками потянулись на утренники кукольных театров. Сада потянулись в деревни. Потянулись в своих кроватях актёры, актрисы, художники, прочие люди, трудовой богемы. И продолжали сладко спать. А денёк вставал, денёк светлел. И лучи обжигали, и птицы громче пели. И захотелось к воде, к большой воде. И я, свесив голову с дивана, прислушался к себе. Стал одеваться, зевая и подпрыгивая. Умылся тепловатой водой под краном. Достал из холодильника помидоры, огурцы, сметанку, капусту. Всё чисто вымыл и начал готовить себе завтрак. Помидоры резал часей на шесть. И складывал горкой их в хрустальную вазу. Затем нарезал перцу красного мясистого. Нашинковал луку репчатого. Нашинковал морковки. Нашинковал капусты. Нашинковал салатику зелёненького, сочненького. Мелко нарезал огурчиков, сложил поверх помидор. Густо посолил. Полил постным маслом из бутыля. Окропил уксусом. Добавил столовую ложечку майонеза. И начал перемешивать деревянной ложкой. Снизу и вверх. Снизу и вверх. Поливал соком образовавшимся. И всё снизу и вверх. Чайник, чайник. Чайник начал босить и подрагивать. Затем взял кольцо колбасы. Домашний, крестьянский. Отдающий чесночком. Отрезал граммов 150. И на раскалённую сковороду. Жир в колбасе был. Он начал плавиться. И зашкварчала колбаса. И чайник пустил постоянный сильный пар. Тогда я достал другой чайник. Фарфоровый. В красных цветах. Пузатенький. И обдал его кипяточком изнутри, что принял хорошо. Туда две щепоточки чайку. Мелкого, нарезанного, подсушенного. Цейлонского. И залил эту горку на две четверти кипяточком. Поставил пузатенького на чайник. А тот его начал снизу парком подпускать. И колбаска. Колбаска сворачиваться пошла. Я её сверху яйцом, ножичком по скорлупе, три штуки вбил и на маленький огонёк перевёл. А в хрустальной вазе салатик соком исходит. Под маслом, уксусом, майонезом. Подумал я. И столовую ложечку сметанки для мягкости. И деревянной ложкой снизу и вверх. Снизу и вверх взял вазу, пошёл на веранду. А на веранде столик беленький сияет под солнышком. На него тень такая кружевная, узорчатая. Я вазу в тень поставил, вернулся. А в сковороде глазунья. Сверху прозрачная подрагивает. И колбаски в нерах, и пилагом, и чайник. Снял пузатниковые ещё две четверти к пяточку. Пускай там темно, темным-темно. И настаиваясь, взял сковородку. Пошёл на веранду. Достал из холодильника баночку. Где ещё с прошлого года хранилась красная икра. От свежего белого хлеба отрезал хрустящую горбушку. И стал мазать её маслом. Масло твёрдое из холодильника. Оно тает и мажется с трудом. Я толстым слоем красной икрой намазал, сел. В левую руку взял хлеб с маслом икрой. В правую деревянную ложку. И стал есть салат ложкой, заклёвываясь о жадности. Откусывая огромные куски хлебом с маслом икрой. Потом не переставая есть салат ложкой. Прямо из сковороды стал поддевать, отделять пласты и яичницы. И съел всё вместе. Колбасу, масло, икру. Всё сразу. Всё съел сам. Всё. Затем, не вытирая рта, я прошёл на кухню и вернулся с огромной чашкой 25 лет Красной Армии. И уже ел салат с яичницей, закусывая бутербродом с красной икрой и запивая всё это сладким чаем. И на пляж уже не пошёл. Остался сидеть дома, скрести в ноги под столом, не имея сил отогнать пчелу, жужжащую над сладким ртом. отойди 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 пчела вот так я сидел затем встал ходить трудно живот давит ничего стал шире ставить ноги дошел дошел до почтового ящика опять нет газет одинок разгорался денек светлел уже поджаривает надел на бюст легкую без рукавку на поясницу и ноги белые брючки Желтые сандалии, нанос темные очки И пошел пешком к морю Навстречу бидоны с пивом Прикинул по бидонам, двинул к ларьку Минут через десять, получая огромную кружку Отхожу в сторону, чтобы одному Сдуваю пену и пью, пью Через мягкий или через твердый? Да, мягкий, твердый, я пью На голове соломенная шляпа В руках авоська с закуской Вот, блеснула узенько Шире блеснула, и вот оно Вот оно! Блестит, переливается море! И голоса пошли, граждане отдыхающие А он у меня плохо ест А он у меня плохо спит А у меня семь бубей, не заплывайте Потерялась девочка Ненормальную мамашу просит зайти за дефективным ребенком И вот ноги стали в песке утопать Песок, как раскаленная сковорода А я глубже зарылся, вот там прохлада Занял топчанчик Разделся, сложил все аккуратно Полит, терплю, чтоб потом Ярое удовольствие Полит, терплю, чтоб потом Счастье Медленно обжигаясь, иду к воде А вода аж серая от теплоты Шелестит, накатывается Не терплю И с воем прыжками в поту кидаюсь Нет, там не нырнешь Там мелко Бежишь в брызгах, скачешь Ищешь, где глубже Народ отворачивается Говорит, тю, а ты уже плывешь Холодно еще вперед Холодно еще вперед Набрался воздуха Лег лицом вниз Глаза раскрыты Зелена, зелена Тень моя, как от вертолета Рыбки, перышки скользнули взводом Снова смотрю, там ничего Там песок И тень моя Вдохнул, поплыл назад Когда выходишь из воды Невзирая на пиво и салат И пятьдесят с лишним лет Вырастаешь из воды стройным Влажным, крепким Сам бы себя целовал В эти плечи и грудь Никто не смотрит Ну и ладно Бегом топчанчику и затих И голоса пошли Граждане отдыхающие Он у меня плохо ест Он у меня плохо спит А у меня все в бобе И вот голоса стали проходить Уходить Пропадать Все ушло Ушло все А вы сгорели, молодой человек А, фу Белок в воде Бегом к воде Опять, опять Стал опускаться Раскаленный, красный Расплавленный Опускался Снова И поплыл И поплыл А какое удовольствие Поесть на пляже Помидоры Я макал прямо в соль Пальцем Прижимал холодную котлетку И запивался Так васом Теплый, но ничего Какое несчастье Одеваться на пляже Натягивает носки На песочные ноги А песок Хрустит Не стряхивается А Шел домой Стада Стада вернулись В деревне И медленно темнеет Воскресный день АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, доктор Здрасте Доктор, я вас очень прошу Помогите мне Я уже в этом не могу ходить Что-что? Ну, посмотрите Я уже три года воношу Да, ну и что? Шейте мне костюм Что-что? Костюм для меня Я вас очень прошу Сколько скажете Столько и будет Я хирург Я даже не психиатр Я понимаю, доктор Я с самого раннего утра вас ищу Он мне записал адрес Таким почерком Чтобы у него руки и ноги отсохли Это Р А это Ш Это все, что угодно Но это не Ш А тем более не Р Ну, какой это Р А тем более Ш А тем более Р Ну, что это Р А тем более Ш А тем более Р Это поликлиника Я знаю Хирургическое отделение Я понимаю Я врач Очень хорошо Я тоже охранник Я знаю, что такое АБХС Материал у меня с собой Бельц Очень оригинальная расцветка Хотите посмотреть Слушайте, вы нормальный человек? Конечно Я врач Это поликлиника Больные Приемный покой Операционный Доктор, доктор Я вас много времени не отниму Однобортный С обшитыми пуговицами И жилетку Троечку Такую Троечку Я врач У меня диплом врача Понимаю Понимаю Не умею шить костюмы Ну, войдите в мое положение Я уже в это не могу ходить Я никогда не нашел костюм Я понимаю Понимаю У меня обход Рентген Консультации Травмы Переломы Симпози Ну, что я могу сделать? Материал у вас с собой 25-го на примерку Хорошо Только запишитесь на прием Без этих штук Каждый город имеет свое лицо И в каждом городе На один и тот же вопрос Вам ответят по-разному Ну, вот представьте себе Рига Высокие, вежливые люди Здесь даже в трамваях Разговаривают шепотом Девушка Скажите, пожалуйста Как проехать на бульвар Райниса? Бульвар Райниса? Извините, пожалуйста Я плохо говорю по-русски В львар Райнисе Как это будет по-русски? Что на следующий, да? Нет, пожалуйста Извините Будьте любезны Как это будет по-русски? Что через одну, да? Нет, пожалуйста Будьте любезны Как это будет по-русски? На предыдущий Пожалуйста Но мы уже проехали Тогда сойдете на следующий Пройдете, пожалуйста Два квартала Повернете, пожалуйста Прямо Пройдете Извините Будьте любезны Мы опять проехали Пожалуйста Будьте любезны Извините, пожалуйста Тогда сойдете на следующий Пройдете, пожалуйста Пять кварталов наоборот, повернёте прямо, пройдёте. Извините, будьте любезны, мы опять проехали. Пожалуйста, будьте любезны. Извините, пожалуйста, мне нужно выходить. Вы вообще из трамвая не выходите. На обратном пути спросите. Извините, пожалуйста, будьте любезны. А вот и Тбилиси. Ух, Тбилиси, эх, Тбилиси, ах, Тбилиси, ох, Тбилиси. Скажите, пожалуйста, это что, проспект Шатару Ставелли, да? Ты что, наручно, да? Нет, понимаете, я впервые в этом городе, я понимаю, ты впервые. Ты думаешь, если грузин вспыльчивый, его дразнить можно, да? Нет, понимаете, я в самом деле впервые, я понимаю, ты впервые, слушай, как ты мог своей головой подумать, что грязный, кривой, паршивый переулок красавец проспект Руставели. Слушай, не делай, чтобы я вспилил, скажи, что ты пошутил. Ну хорошо, я пошутил. Всё, ты мой гость. Ты мой гость, ты ко мне приехал, я тебя с мамой познакомлю. Возьмём бутылку вина, у тебя глаз будет острый, как у орла. Возьмём вторую бутылку, будешь прыгать по горам, как горный козов. Возьмём третью бутылку, и ты вброд перейдёшь к уру. И схватишься с самым сильным человеком, воно, пхакадзе, ими тебя потом на руках, понесём показывать наш красавец в Тбилиси. Ты скажешь, дорогой дидико, я не хочу отсюда уезжать, я хочу умереть здесь. От этой красоты я скажу, зачем умирать? Жена есть, дети есть, давай всех ко мне. Мой дом, твой дом, моя лошадь, твоя лошадь. Идём скорее, дорогой, я тебя с мамой познакомлю. А вот и Одесса. Скажите, пожалуйста, как пройти на Дерибасовскую? А вы сами откуда вы будете? Я из Москвы. Да, ну и что там слышно? Ничего, а что вас интересует? Нет, я просто так, всё хорошо. Да, всё хорошо, а в чём дело? Нет, я просто интересуюсь. У вас Москва, у них Воронеж, у нас Одесса, чтобы мы были все здоровы, вы работаете. Конечно, я работаю, но я попросил бы вас, где Дерибасовская? Молодой человек, куда вы спешите? Разве на Дерибасовскую спешат? На Дерибасовской гуляют постепенно. Вы понимаете, мне нужна Дерибасовская. Я понимаю больше того, гораздо больше того. Я вас туда провожу, невзирая на жестокий ревматизм. Но меня волнует положение в Родезии. Этот Смит, такой головорез, такое вытворяет. У меня уже было два приступа. Послушайте, если вы не знаете, где Дерибасовская, я спрошу у другого. Вы меня обижаете, вы меня уже обидели. Такой культурный человек, я вижу, у вас значок. У меня такого значка нет. Я всю жизнь работал, прямо с горшка на работу. Ой, нам было очень тяжело. У нас было у мамы восемь душ детей. Вы сейчас можете позволить себе восемь душ детей? Нет, а моя мама себе позволяла. Она была совсем без образования. Сейчас мои дети учатся в университете. Моя бедная мама, она сейчас с братом и дядей лежат на кладбище. Почему вам туда не съездить? Вы понимаете, мне нужна Дерибасовская. Я понимаю, так и я. Все нет времени съездить на кладбище. Разве так можно относиться к родителям? Если ваши дети не приедут к вам на могилу, они тоже будут правы, вы поняли? Куда вы пошли, Дерибасовская, за углом. А вот и Москва. Ух ты, людей сколько, таксей, машинскую. Ты смотри, Москва. Народищу, и всех же прокормить надо. Ты смотри, что делается. Рожанинчик, ну будь так добры. Я сам не местный, я Скотовска, а мне пройти проехать на Садовое кольцо. Шшшшш, тут и утек. Ну вот дурно, че-то, кто гонится за ним, кто. Грожаночка, ну будь так добры. Я сам не местный, я Скотовска, а мне проехать на Садовое кольцо утекло. Гражданка, куда ж ты бегишь? Я же на тебе не женюсь, и ты смотри, что делается. Рожанинчик шляпь, товарищ шляпь из портфеля. Рожанин шляпь из апельсином. Эй, ты шляпь, мальчик, пацан. А чтоб ты подавился своим мороженым. Граждане, москвичики, девушка, куда ты бегишь, девушка? Тебя уже сократили, ты смотри, что делается, а? Я тебя живу слева, тебя живу направо. Я тебя живу справа, вот я на лево бегаю, а? Бабка пошла, бабка, стой, бабка, о, пошла. Бабка, стой, рассыпешься, бабка. Щуха, давай, старушенцы, я. Такси, граждане, москвичики, православные. Руб дам тому, кто остановится. Дорогие друзья, я вас поздравляю с началом дегустации наших потрясающих вин. Сейчас Дина Михайловна, наш зав в лаборатории, налила вам в мензурке сорт праздничный. Бокал специальный дегустационный из прозрачного стекла, Чтоб был лучше виден цвет. Превосходный рубин, Переливающийся цветами солнечного заката. Легонько поколебали бокал, Колебаем, любуемся переливами цвета. Товарищ, колебайте вместе со всеми, Не торопитесь, колебайте, колебайте. Поднесите глазу, прищутить И любуйтесь переливами цвета. Кусочки сыра лежат слева от вас, Ломтик сыра превосходно оттеняет аромат. Что? Кто? Что? Весь сыр? Кто? С хлебом? Кто? Товарищи, не торопитесь. Это сыр дегустационный. У нас программа. Сдерживайте, сдерживайте. Давайте освоим культуру питья. Вы ведь все равно пьете. Почему бы это не делать с селементарным пониманием, Что к чему? Итак, сорт праздничный созревает рано. Растет только у нас в Абрау. Товарищи, сплюньте, сплюньте. Товарищи, зачем вы проглотили? Товарищи, куда вы торопитесь? Вы же не почувствуете аромат. Товарищи, мы вас отстраним от дегустации Из-за низкой культуры питья. Этот сорт созревает рано в августе. Это молодое вино сохраняет аромат винограда И легкую терпкость, ощущаемую кончиком языка. Не глотаем, не глотаем, перекатываем Внутренним обонянием, ощущаем аромат И легкую терпкость, ощущаем... Товарищи, почему вы все неподвижны? Вы что, все проглотили? Все? Товарищи, не торопитесь. У нас дегустация. Сдерживайтесь, сдерживайтесь. Давайте освоим культуру питья. Набрали глоточек, глоточек, и орошая неба, И все полуостертано. Девушка, вам должно быть стыдно. Вот вам должно быть стыдно. Вы девушка, вам должно быть стыдно. Могли бы подождать и перекатывать. Вам должно быть стыдно. Здесь и девичья гордость, и культура питья. Так, с этим сортом у нас ничего не получилось. Сейчас Дина Михайловна налила вам в мензурке сорт Прибрежный. Не хватает ее за руку, товарищ. Это лабораторный сосуд. А вы выламываете у нее из рук. Товарищ, сыр вам еще положат. Да, да. Нет, Дина Михайловна, этому товарищу в последнюю очередь. Да, нет. Музыке здесь не положено. Нет. Вся суть, чтобы дегустировать в тишине. Я повторяю, мы же не пьем. Мы запоминаем сорта вин, товарищ. Вы так ничего не запомните. Сыр обостреет обоняние. А ваша колбаса, которую вы с собой принесли, отобьет его не только у вас, но и у всех соседей. Товарищ, это потрясающий сорт. Он завезен там в 1882 году. Эй, там в углу не надо потрошить воблу. Что вы делаете? Воблу идет пиво, товарищ. Товарищ, я повторяю, не забывайте перекат, не курите. Дина Михайловна быстренько третью колбу с этим сортом у нас не получила. Вам предложен потрясающий мускат Левобережный. Неоднократный победитель винодельческих съездов. Это вино, оно чуть-чуть купажер. Купаж, это виноградный выжим. Нет, нет, товарищ, я не пою. Нет. Нет, и Дина Михайловна не поет. Здесь не поют. А то, что вам нужно, слева по коридору, пожалуйста. Там и пойте. Да, да. Нет, сыра у нас больше нет. Нет. Я понимаю, у вас остался хлеб, а у нас сыра нет. Внимание, товарищ, это потрясающее вино. Обратите внимание на броски горячий аромат и густоту цвета. Запивать его пивом. Что вы делаете, товарищ? Красное, крепленное с пивом, дает полную невменяемость, которую вы так добиваетесь. Нет, 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 нет. Я понимаю, я не понимаю, почему вы так этого хотите. Культура застолья, не подстолья, а застолья. Нет, у нас пластинок Пугачевой нет. Дина Михайловна, верните эту пару. Они уже полчаса заперлись в лаборатории. Они выпьют все мензурки. Внимание, товарищи. Я не понимаю, почему вы так добиваетесь этой невменяемости. Товарищи, вы хотите воспринимать окружающие или нет? Как окружающие будут воспринимать вас? Товарищи, вы и смотрите для чего-то. А мозг в таком состоянии не способен воспринимать информацию. Товарищи, мы хотим, чтобы вы даже выпивши оставались с личностью. Вы уже были личностью? Ну и что? И от этого запили. Так, я не знаю, я не врач. Я не врач. Внимание, кто еще не хочет или не может уже воспринимать окружающее, может подойти к тому столу. Дина Михайловна вам подаст сливы. Нет, не плоды, а сливы разных остатков. Да, вы этого хотите. Да, 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 да. Как же вам может быть хорошо, если вам сейчас будет нехорошо? Отползай отсюда. Отползай, я тебе сказал. Дина Михайловна, боже мой, ужас. За стеклянной дверью стояла мебель, упакованная для ремонта. Кто распаковал унитаз? Он ни к чему не прикреплен, товарищи. Разгоните очередь, он ни к чему не прикреплен. Отползай отсюда, я тебе сказал. Нет, такого у нас нет. Повторяю для всех. Такого, чтобы забыть нашу жизнь к чертям или как вы выражаетесь, у нас нет. Вам для этого нужно эмигрировать. Вы там будете пить и вспоминать нашу жизнь, которую вы хотели здесь так забыть. Нет, с помощью наших сортов вы не уедете. Вам нужна сивуха, барматуха и спотыкач. Да, 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 я понимаю, да, да. С утра не выпил, день пропал. Вот я знаю, отползай отсюда, отползай. Какой я вам там адат, а? Никакого лаверды, товарищи. Прекратите пьянку. Дина Михайловна, гоните всех шею. Давайте следующую партию. Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем дегустацию наших потрясающих. Сейчас Дина Михайловна оставлю. Здравствуйте, девушка. Как ваше здоровье? Нет, нет, мы не знакомы. Я просто так. Вижу, вы вздыхаете. Честное слово, я просто так. Как ваше здоровье? Дедушка, дорогой. Нет, я не из поликлиники. И не от Зины. Я не знаю Зину, я просто прохожий. Ну, думаю, спрошу... Нет, я случайно шел за вас. Совершенно случайно. Думаю, спрошу, как в здоровье? Погода отличная, настроение великолепное. Ну, хорошо, вот, дедушка. Не хотите отвечать? Не надо. До свидания. Будьте здоровы. Ну, я же вам объяснил. Клянусь, я вас не знаю. Честное слово, я вас вижу в первый раз. Я просто прохожий. Переходил улицу, решил спросить, как в здоровье? Просто так. Ну, хорошо, дедушка, не хотите отвечать? Не надо. До свидания. Будьте здоровы. Отец, идите своей дорогой. Нет, я ничего не думал. Нет, мы не работали вместе. И не учились. Как мы могли вместе учиться? Ну, как? Я прохожий. Переходил улицу, решил спросить, как в здоровье? Просто так. Погода отличная, настроение великолепное. Нет, дочь вашу Зину, я не знаю. В Саратове не был никогда. Я прохожий. Переходил, решил спросить, просто так, как в здоровье? И все. Погода отличная. Ну, хорошо, дедушка. Не хотите отвечать? Не надо. До свидания. Будьте здоровы. Вам куда? А мне налево. До свидания. Будьте здоровы. Папаша, бросьте это дело, не приставайте на улице. Я же вам объяснил. Ну, посмотрите на себя. Вы весь еле дышите. Вы весь держитесь на этих подтяжках. А я нервный. У меня хорошее настроение. Но я звезда, но и все. Зачем вам эти волнения в конце жизни? Ползите своей дорогой. Я тебе говорю, я с тобой шел, у меня было хорошее настроение, и я спросил, как твое здоровье, чтобы ты не дошел. Я тебя в жизни не видел и горя не знал, что ты пристал ко мне, переползай на другую сторону. У меня терпение кончается. Нет. Какой я тебе родственник? Родственник, посмотри на мой овал лица. Какой из садов я из Копенгагена. У тебя есть там родственники? Нет? Ты катись отсюда. Слушай, дед. Быстро набирай обороты. А то сейчас догоню, устрою тебе здоровье на все два дня, что тебе остались. Нет, если б ты был моим родственником, я б на себя руки наложил. Я тебе говорю, у меня было хорошее настроение, но я не виноват. Я сейчас разворочу мостовую, я найду тот кирпич, дед, уйди, дай умереть спокойно. Я тебя не знаю, граждане, братья, уберите его. Мне было 30 лет, я защитился, вот диплом. Жена красавица, вот фотография жены. Дети умники, вот метрики детей. Я ему говорю, дед, уйди, у меня все впереди. Меня любят на работе, он ходит за мной целый день с утра. Я, любимый старый, я ж не могу его взять за бороду. Я себя твороза. Я интеллигентный человек, солдат. Подержи его, держи его. Подержи его. И так утро, летнее, воскресное, еще прохладное, потянулась в горы молодая интеллигенция, потянулись к ларьку люди среднего поколения, детишки с мамашками потянулись на утренники кукольных театров, с сада потянулись в деревни, потянулись в своих кроватях актеры, актрисы, художники, прочие люди, трудовой богемы, и продолжали сладко спать. А денек вставал, денек светлел, и лучи обжигали, и птицы громче пели, и захотелось к воде, к большой воде. И я, свесив голову с дивана, прислушался к себе, стал одеваться, зевая и подпрыгивая. Умылся тепловатой водой под краном, достал из холодильника помидоры, огурцы, сметанку, капусту, все чисто вымыл и начал готовить себе завтрак. Помидоры резал частей на шесть и складывал горкой в хрустальную вазу. Затем нарезал перцу красного мясистого, нашинковал луку репчатого, нашинковал морковки, нашинковал капусты, нашинковал салатику зелененького, сочненького, мелко нарезал огурчиков, сложил поверх помидор, густо посолил, полил постным маслом из бутыля, окропил уксусом, добавил столовую ложечку майонеза и начал перемешивать деревянной ложкой снизу и вверх, снизу и вверх, поливал соком образовавшимся, и все снизу и вверх, чайник, чайник, чайник начал босить и подрагивать. Затем взял кольцо колбасы, домашней, крестьянской, отдающей чесночком, отрезал граммов 150 и на раскаленную сковороду. Жир в колбасе был. Он начал плавиться и зашкварчала колбаса и чайник пустил постоянный сильный пар. Тогда я достал другой чайник, фарфоровый, в красных цветах, пузатенький, и обдал его кипяточком изнутри, что принял хорошо. Туда две щепоточки чайку, мелкого, нарезанного, подсушенного, цейлонского, и залил эту горку на две четверти кипяточком, поставил пузатенького на чайник, а тот его начал снизу парком подпускать и колбаска. Колбаска сворачивался, пошла. Я ее сверху яйцом, ножичком по скорлупе, три штуки вбил и на маленький огонек перевел. А в хрустальной вазе салатик соком исходит под маслом, уксусом, майонезом. Подумал я, подумал я, и столовую ложечку сметанки для мягкости, и деревянной ложкой снизу и вверх, снизу и вверх, взял вазу, пошел на веранду. А на веранде столик беленький сияет под солнышком, на него тень такая кружевная, узорчатая. Я вазу в тень поставил, вернулся, а в сковороде глазунья, сверху прозрачная подрагивает, и колбаски в нерах, и пилагом, и чайник. Снял пузатенького, и еще две четверти кипяточку, пускай там темно, темным-темно, и настаивается, взял сковородку, пошел на веранду, достал из холодильника баночку, где еще с прошлого года хранилась красная икра. От свежего белого хлеба отрезал хрустящую горбушку и стал мазать ее маслом. Масло твердое из холодильника, оно тает и мажется с трудом. Я толстым слоем красной икрой намазал, сел, в левую руку взял хлеб с маслом икрой, в правую деревянную ложку и стал есть салат ложкой, заклевываясь от жадности, откусывая огромные куски хлебом с маслом икрой, потом не переставая есть салат ложкой, прямо из сковороды стал поддевать, отделять пласты ищницы, и съел все вместе, колбасу, масло, икру, все сразу, все съел сам, все! Затем, не вытирая рта, я прошел на кухню и вернулся с огромной чашкой 25 лет Красной Армии и уже ел салат с яичницей, закусывая бутербродом с красной икрой и запивая все это сладким чаем, 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 и на пляж уже не пошел, и на пляж уже не пошел. Затем, Затойди, 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 пчела! Вот так я сидел. Затем встал, ходить, трудно живот давить, ничего, стал шире ставить ноги. Дошел до почтового ящика, опять нет газет. А денек разгорался, денек светлел, уже поджаривает. Надел на бюст легкую безрукавку, на поясницу и ноги белые брючки, желтые сандалии, на нос, темные очки и пошел пешком к морю. Навстрече бидоны с пивом, прикинул по бидонам, двинул к ларьку. Минут через десять, получая огромную кружку, отхожу в сторону, чтобы одному, вздуваю пену и пью, пью. Через мягкий или через твердый? Да, мягкий, твердый, я пью. На голове соломенная шляпа, в руках авоська с закуской, вот блеснула узенько, шире блеснула, и вот оно, вот оно, блестит, переливается море. И голоса пошли, граждане отдыхающие, а он у меня плохо ест, а он у меня плохо спит, а у меня семь бубей, не заплывайте. Потерялась девочка, ненормальную мамашу просит зайти за дефективным ребенком. И вот ноги стали в песке утопать, песок, как раскаленная сковорода, а я глубже зарылся, вот там прохлада. Занял топчанчик, разделся, сложил все аккуратно, палит, терплю, чтоб потом, ярое удовольствие, палит, терплю, чтоб потом, счастье! Медленно обжигаясь, иду к воде, а вода аж серая от теплоты, шелестит, накатывается, не терплю, и своим прыжками в поту кидаюсь. Нет, там не нырнешь, там мелко, бежишь в брызгах, скачешь, ищешь, где глубже, народ отворачивается, говорит, тю, а ты уже плывешь. Холодный, еще вперед, холодный, еще вперед, набрался воздуха, лег лицом вниз, глаза раскрыты, зелена, зелена, тень моя, как от вертолета. Рыбки, перышки скользнули взводом, снова смотрю, там ничего, там песок и тень моя, вдохнул, поплыл назад. Когда выходишь из воды, невзирая на пиво и салат, и пятьдесят с лишним лет, вырастаешь из воды стройным, влажным, крепким. Сам бы себя целовал в эти плечи и грудь. Никто не смотрит, ну и ладно. Бегом топчанчику из-за тих, и голоса пошли, граждане отдыхающие, он у меня плохо ест, он у меня плохо спит, он у меня все в бобе. И вот голоса стали проходить, уходить, пропадать, все ушло, ушло все. А вы сгорели, молодой человек, а, фу, белок в воде, бегом к воде, опять, опять стал опускаться, раскаленный, красный, расплавленный, опускался, снова и поплыл, и поплыл. А какое удовольствие поесть на пляже. Помидоры я макал прямо в соль, пальцем прижимал холодную котлетку и запивался квасом, теплый, но ничего. Какое несчастье, одеваться на пляже, натягивает носки на песочные ноги, а песок хрустит, не стряхивается. Ах, шел домой уже прохладней. Солнце садится куда-то в санаторий. Женщины бегают на дачах, из фарнирных кухонь краном торчащим, из кранов идет вода. Дети поливают цветы из шлангов, собаки сидят у колиток, следят за прохожими. Полные трамваи потянулись в город, с гор пошла молодая инсульгианция. Стада вернулись в деревни, и медленно темнеет воскресный день. Товарищи, сейчас мы устроим диспут на любую тему. Утверждение, возражение, согласие, несогласие, отрицание и, так сказать, полное одобрение. Ну, с кого начнем, а? О, вот вы и товарищи второго ряда, идите, кстати, идите, давайте, давайте, давайте. О, товарищи второго ряда, так? Товарищи, о чем бы вы хотели поспорить, а? Я с третьего ряда. Но это не важно. Вот о чем бы вы хотели поспорить, а? Ну, я же вчера с вами говорил. Вы были такой запальчивый, такой темпераментный, что-то вам не понравилось? Вот давайте здесь на сцене попробуйте отстоять свое мнение. А ну, покажите всем, как это делается. Итак, что вам не понравилось? Все понравилось. За исключением? Я за исключением. Не-не-не, товарищи, вы не понимаете. У нас диспут. Диспут – это такой спор, где сталкиваются разные мнения, понимаете? Так что вы спорьте, спорьте со мной. Давайте с вами поспорим, к примеру, на такую тему. Мне ваш пиджак не нравится, А вам, значит, что? Но? Трепье. Товарищ не понимает. Товарищ, пиджак-то хороший, спору нет, не в этом дело. Понимаете, у нас диспут. Диспут — это такой спор, где сталкиваются разные мнения. Понимаете? Это тот случай, когда соглашаться не надо. Понимаете? Мы с вами должны стоять на противоположных точках зрения, чтобы был спор. Понимаете? Так мне куда встать? Да нет, вы стойте здесь, но спорьте, возражайте мне. Давайте с вами поспорим на такую тему. Мне эта книга понравилась, а вам она, значит, что? Ну? 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 Тоже. Товарищ, вы не понимаете. У нас диспут. Вы не соглашаетесь со мной. Если я за, вы должны быть против. Должны. Понимаете? Вот. Так что спорим. Мне зима не нравится, а вам она, значит, что? Ну? 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 Что? Что? Тоже. Снегу нет, не склизь-ка. Товарищ, вы не понимаете. Это диспут. Это спор, где рождается истина. Так что стойте рождать истину, как положено. И возражаете мне. Я считаю, что в семье должен быть один ребенок, а вы возражаете. А я считаю, что одного много. Возражаете мне. Итак, я считаю, что в семье должен быть один ребенок, а вы возражаете. 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 Возражаю. Вот же! Вот оно! Вот же! Так, а почему вы возражаете, ну? Возражаю. Да это хорошо, но вот почему вы возражаете, а? А потому что... Нет, товарищи, вы так просто не возражаете. Вы аргументируете. Аргументирую. Так, а чем вы аргументируете? Ну? Аргументом. Так, каким аргументом? Каким мне надо. Нет, товарищи, вы так просто не аргументируете. Вы говорите что-нибудь конкретное, например, два. Два. О. Я говорю один, вы говорите? О. Нет, два. Два О. Да нет, без два О, просто два. Два просто О. Да нет, 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 нет. Я говорю один, а вы мне в пику ды... Два. Я один, а вы ды... В пику два. Вот уже спор, так? Один ды... Два. Вот, сцепились, так? А ну, наступайте на меня, один! Два! Кактивнее, один! Два! Светраж дайте истину, один! Два! Ну, хорошо, один! Два! Оспорим, один! Два! Один! Четыре! Диспо докончен, ничья! Алло, 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 девушка, алло, девушка, у меня уже несколько дней молчит телефон, в чем дело, девушка? Как? Разве вам ничего не говорили? Нет. А вы открытку получали? Нет. Как, вы должны были получить? Да, а я не получал. Вы должны были получить. Алло, девушка. Пятнадцатая. Уважаемая пятнадцатая, у меня уже три дня молчит телефон, в чем дело, девушка? А вам ничего не говорили? Нет, открытки не было, а что случилось? Должна была быть. А из управления вам звонили? Нет. Странно. А что случилось? Вам изменили номер. Ай-яй-яй, девушка, милая, пятнадцатая, не бросайте трубку. За что? Почему? Там узнаете. А может, вы знаете, почему долго нет писем, телеграмм? Уже очень долго. Как, вы еще не знаете? Нет. А что случилось? Пожалуйста. Уже месяц, как вам поменяли адрес. Ай-яй-яй, девушка, куда бежать? Почему? Всему дому поменяли. Нет, только вам. А что ж теперь делать? Я так жду. А тут приходят письма, повестки на фамилию какого-то Крысюка. Куда их пересылать? Постойте, вам что, действительно ничего не говорили? Нет. Это вам. Как? У вас изменилась фамилия в связи с вводом новой станции. Вы же не получили открытку? Нет. А что ж теперь делать? Меня ж никто не знает. Вас предупредили. Вот у меня список. Против вас, тетичка, предупрежден. Да? А я не получал. Значит, получите. Алло, девушка. Восьмая. Мне пятнадцатую, пожалуйста. У вас пятнадцатая. Уважаемая пятнадцатая, как меня теперь зовут? Это Крысюк? Так, это я. Сейчас. Семен Эммануилович. Чекай, ты, чекай, ты. Я же уже... Нет, нет. Это всё осталось. Год рождения тысяча девятьсот двадцать шестой. Чекай, ты, чекай, ты. Мини сорок барокки. Это по-старому. Вам теперь пятьдесят восемь. Еврей. Опять? Да, пятьдесят восемь. Родители, кулаки, землевладельцы. Нет, позвольте. Мои служащих. Это по-старому. И это изменено. Вы... Вы продавец. Кто? Продавец овощного отдела. Нет, позвольте. Я врач. Первый медицинский институт. Нет, нет. Это изменено. Вы продавец? Какого магазина? Вы сейчас без работы. Находитесь под следствием и дали подписку. За что? Не на вес, а в вес. Это в карточке нет. То ли вы скрывались. Я не поняла. Ну, там что-то мелкое. Вам пришлют. У вас там родственники? Нет, нет, нет. Там родственники нет. Там у меня нет. Теперь есть. Где? В Турции. Турки? Турки. Не турки, но очень похожие. Да. Тут от соседей заявление. Вас просьба дизолировать. Позвольте, мы даже не знакомы. Я их не знаю. Просьба рассматривается. Вы скажите спасибо, что вообще с вами разговаривали. Спасибо. Я не обязан отвечать. Просто завтра уважок декрет. Так сегодня настроение хорошее. Спасибо, милая пятнадцатая. Пусть ваш ребенок будет здоров. Спасибо, да. Девушка, а у меня дети есть по-новому? Сейчас. Маш, посмотри, там у Грузюка дети или что? Или что? Да, твое сын восемнадцать и дочь двадцать семь. Где они? Уехали в прошлом году. Они мне пишут? Им от вашей не сообщили, что вы скончались. А те, кто меня вспомнят под старой фамилией? Нет, лучше не стоит общаться. У вас тут и так всего хватает. О, вам еще курс лечения. От чего? Здесь сказано туберкулез. Я здоров. Сказано кашель. Да. А почему вы не явились? Куда? За деньгами. Тут сказано, вам был перевод, но вас не нашли. Как не нашли? Его же все время находят. Вас не нашли и перевод отправили обратно. Откуда перевод? Здесь не сказано. Девушка. Да. А внешность мне не изменили? О, вы даете, а? Такая же можно внешность изменить. Вот на глупости у меня нет времени. А что же мне теперь делать? Ждите, 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 ждите. Э-э-э-э-э-э-э. Итак, Одесса. Одесса, пляж, жара, Аркадия и, конечно, горит пирожковая. Ибо количество пирожков, жаренных в одном и том же масле, перекрыло все рекорды. Канцерогенные вещества не выдержали своего скопления и взорвались. Пирожки летели, как шрапнель, в белых халатах черного цвета. Суетились пирожковницы и верещали давно забытыми девичьими голосами. Зрители заполняли первые ряды. Минут через сорок под овации появились пожарные. Все их дальнейшие действия сопровождались аплодисментами. Особое оживление вызвало сообщение старшего, что у них нет воды. И они под крики «Браво!» потащили куда-то шланг. Зрители советовали им тащить туда же пирожковую. Наблюдать такую сцену одному было неловко, и народ побежал за женой с криком «Подождите, не тушите! Пусть они тоже посмотрят!». Особо живописен был старший огнетушитель ввиду жары, находящейся в жуткой брезентовой робе и черных сатиновых трусах типа «Верность». Зрителям импонировала его невысокая скорость и неумение отвинтить вентиль. Когда действия пожарных совершенно в стороне от огня закончились, они стали приближаться, на пожаре наступил тот момент, который так ценят шашлычники. Пламени уже не было, а угли были чуть подернуты пеплом. То есть те, кто жарили на шампурах помидоры и огурцы, жутко облизывались. Когда в стволах наконец появилась вода, и угли уже погасли, и народ побежал смотреть, как двое пьяных под ударами волн пытаются вскарабкаться на высокую скользкую вертикальную стенку. В Одессе очень благодарный зритель, тем более, что в городе сейчас такая скука, а гастроли московского театра сатиры себя не оправдали. Дайте мне два билета по безналичному расчету! Дайте! Мне подождать? Я подожду! Дайте мне два билета по безналичному расчету! Дайте мне! Подождать? Я подожду! Дайте мне два билета! Дайте! А вы кто такой? Я Петров, уполномоченный! Чем вы докажете, что вы Петров? Вот мое удостоверение! Видите? Вот! Мало ли, что я вижу! Я все вижу! Вот верю ли я? Вот письма на мое имя, вот бланки! Читайте все Петрову! Читайте! Можете мне все это не показывать! Чем вы докажете, что вы Петров? Вот моя доверенность! А чем докажете, что она ваше? Удостоверение! Фотокарточка! Слечайте! Слечайте! Похоже! Ну и что? Это я! А это я! Это мое удостоверение! Чем докажете? Родинка! Видите, вот! Ну-ну! Видите, родинка! Ну-ну! И вот родинка! Видите? Ну и что? Я встану вот так, а вы слечайте меня! Слечайте! Есть сходство? Доверенность на Петрова? Да! Вот он придет, я ему и дам! Он пришел! Я уже здесь! Чем докажете, что вы Петров? Удостоверение! А чем докажете, что это ваше удостоверение? Фотокарточка! А чем докажете, что это ваша фотокарточка? Родинка! Чем докажете, что это ваша родинка? А чем вы докажете, что вы кассир? Чем? Я кассир! Вот деньги, билет, окошко и надпись Сидоров кассир! Вы не Сидоров кассир! Нет, я кассир! Вы не кассир! Я тебя кассир! Вы пришли с улицы и сели! А кассира убили! Труп в сейфе! Что ты плетешь? Вот сейф пустой! Ты что? Убрали успехи! Сели вместо него! Вы не Сидоров кассир! Да ты что? Вот паспорт на 10 лет дурака валяешь! А паспорт отняли! А карточка? Наклеили! А печать? Выкрали из милиции! Зарезали паспортистку! Достали бланк! Заполнили ее рукой! Кровь смыли! Вы же смыли всю кровь! Зачем вы смыли кровь? Да ты что? Вот все знают, все подтвердят, ребята, кто я! Ничего не значит, вы сговорились! Да вот мой начальник! Это не он! Лапки врет! Константин Петрович притворяется! Как ты сюда попал? Убийца! Ты убил кассира! Ты его! Зачем ты его убил? Что он тебе сделал? Сидел человек, работал, а ты взял его, кокнул! Убийца! Да чего ты? Чего ты? Чего ты? Я 20 лет тут сижу работаю! Чего ты? Я от тебя сейчас, сука, кошу, сам сяду! Что я буду, Сидоров, кассир? А я ими работать, а ты нет! Тебя выучили и подготовил! Я выдаю деньги, получаю зарплату! Ты не кассир! А кто я? Какой ты кассир? А кто я? Не кассир и взял! А кто я? Ты танкист! Кто тебя узнал? А, вот ты влип! Я же не умею заводить танки! Научат! Я даже не знаю, как в него влезть! Покажем! А где эти танки? Где они? Узнай и приходи! Нет, я всё-таки Сидоров, кассир! Нет! Возьми свои два билета, отстань от меня! Отойди от меня! Убийца! Дмитрий Михайлович Козак Великий администратор Одесской филармонии Его можно было любить, можно было ненавидеть Это был Великий администратор Он всегда стоял на улице возле филармонии А дело делалось и без него Великий администратор в момент великого ажиотажа Когда лишний билетик спрашивали за пять километров В последний момент рвал последний билет и говорил Начали! Великий администратор Он встречал только великих артистов Он говорил так Посмотрите на эту телеграмму 8 люксов, 20 полулюксов, 30 одноместных Как будто бы они не знают Что этот хор публику не соберет А родственников у них не хватит даже на первые три ряда 8 люксов, 20 полулюксов, 30 одноместных Они и притворяются, и я притворяюсь Пусть едут 8 люксов, 20 полулюксов, 30 одноместных Братскую могилу они будут иметь у меня в гостинице Спартак Потому что есть такое понятие как успех Если едет ойстрах, даже сын, он будет иметь успех А этот хор в составе 130 человек, который дал такой осадок уникальному зданию Одесской филармонии Получит то, что он заслуживает Коммунистическая партия учила нас, что люкс и одноместные номера должны иметь артисты Народные артисты Вы слушайте, что я вам говорю Вы слушайте меня, вы молодые Вы слушайте, пока я еще говорю Вы сначала разверните дело, а потом включайтесь Что вы воруете с убытков, воруете с прибылей Коммунистическая партия учила нас Не воруй по-маленькому И сажала непрерывно Никто так не сажал, как наша коммунистическая партия была права Потому что люди из других убеждений должны сидеть отдельно Дмитрий Михайлович впервые выехал с нами в Ленинград Где встречали только его Вот он, Козак Это Козак? Да, это Козак Это он? Маленький, лысый Да, это Козак Вот это? Да, это Козак Вечером Козак дал беседу в нашу честь Спросите у любого прохожего Давал ли Козак когда-нибудь ужин артистам? И вам скажут Никогда Его поили, его кормили Перед ним ходили на цирлах, а он никогда Потому что по одной стороне улицы ходит беспризонный зритель По другой, такие же беспризонные артисты Они даже не видят друг друга, пока их не соединю я Я о себе невысокого мнения Я не знаю, что такое тангенс Но я знаю, как соединить талант с публикой И делаю это, к сожалению, безошибочно Почему, к сожалению, я нажил в себе много врагов Бездарность я принимал только по указанию коммунистической партии В которой я состоял 30 лет Потому что я ей доверяла, а она мне нет Нет, у нас, если умеешь, можно жить Я в восторге от нашей страны Хотя она разваливается Коммунистическая партия была во многом права Но она не слушала своих коммунистов и жила сама по себе Ее первоначальная идея советоваться с бедняками и нищими Не совсем себя оправдала Голодный не хочет управлять, он хочет кушать А мы ему не даем этот замкнутый круг Вас я бы любил сразу Рома, Витя, Миша Вы великие сатирики, великие артисты Вас даже не интересует, за чей счет этот ужин в Ленинграде И правильно, вас должно интересовать только искусство Все остальное потом Но потом же надо спросить, кто платит Может быть, он даже здесь сидит Но вы не любопытны Это хорошая мужская черта, особенно в ресторане Вы мне сейчас скажете, что вы мало зарабатываете Я вам скажу, что я получаю копейки А Майкл Джексон получает миллионы Так кто из нас негр? Мы не должны забывать Что мы родились в нашей стране не по своей воле Если мы родились по своей воле Может быть, мы родились бы в другом месте Мы у нас родились почему? По убеждению Коммунистическая партия учила нас Не думая о себе, думая о других Тогда все другие потом будут думать только о тебе Но это теория На практике все иначе На практике все наоборот Но красота нашей жизни в теории Мы ее себе придумали И так себе, поэтому красиво живем А на практике все иначе На практике Вася Шип Который пел у меня третьим в хоре При помощи пар билета Сейчас ректор Одесской консерватории А бывший первый секретарь обкома Ходил за мной с кошелкой по привозу И кричал Почему не послали футбольную команду в Чили? Вот вам практика Вот вам первый секретарь обкома с кошелкой по привозу Вот практика Вот вам теория Я слышал, что где-то соединили практику с теорией По-моему, в Ташкенте Ну их всех посадили Что вы ерзаете, Витя? Что вы ерзаете, Витя? Смотри, он ерзает Витя, что вы так ерзаете? Что вы заерзали, Витя? У вас шпильки там Что вы ерзаете? Как он заерзал? Видите, что вы там заерзали так? Вас интересует резюме? Или это блондинка, из-за которой вы чуть не опоздали на сцену? Витя, вы можете меня не проверять Чтоб столько волос выросло на голове у вашего автора Сколько я взял на себя девушек, девочек, манекенщиц, маникюрш, писательнищ Как вы их только не называли Сколько я взял на себя женщин Свои 67 лет Туфли отдельно, в гостинице, пальто отдельно Потому что к вам неожиданно приехала ваша жена О которой вы не подозревали И я ей говорю, что это обнаженная девушка В соседней комнате моя Она натурщица, а я с нее пищу Она рыдает, потому что услышала о моих внуках Витя, вы можете не проверять меня Мне уже 67 лет Я вас не разлюблю, я уже не успею А резюме касается вашей профессии Когда вы пищите Вы можете думать все, что вы хотите Что вы раскрываете людям глаза Что вы боретесь с недостатками Это когда вы пищите Но когда вы выходите на сцену Вы обязаны иметь успех Обязаны Публика вам просит все Если у вас будет успех Не слушайте никого Не бывает успеха коммерческого, симфонического Успех всегда один Идите мне докажите, что Горовец Невеликий эстрадный артист А Лайкин ниже Рихтера Идите мне это докажите Потеряв успех, вы потеряете все И будете стоять возле филармонии Как конферансье Сидоровский И рассказывать, сколько вы дали левых концертов В деревне Шолоховка Отныне и во веки веков Вы можете позвонить мне В любое время дня и ночи И сказать Дима, что-то мне хочется выпить И вы не услышите другого вопроса Что, почему, что случилось, что такое Вы мне звоните, так поздно Вы меня разбудили Но если вы мне скажете Дима, мне нужно ведро Я вам принесу ведро А потом спрошу, зачем оно вам нужно Я не люблю дружбу обеременять Я знаю, как правильно Это говорю специально, чтобы запоминалось Если мы начнем считать Кто у нас неправильно говорит Нам нужно начать с нашего правительства Я не хочу с него начать Я хочу вам предложить выпить за мое здоровье Потому что, когда меня спрашивают Как я себя чувствую Я говорю, они не дождутся Они меня вызвали Они меня вызвали на чистку Дмитрий Михайлович Вы 30 лет в партии Вы руководите таким уникальным заведением Как Одесская государственная филармония Вы не ходите на политические занятия Какой пример вы подаете молодежи Так я им говорю Учение Маркса вечно Они говорят вечно Так я еще успею Я хочу вам предложить Выпить за мое здоровье И за нашу Одессу Я правильно угадал А, ну, а, о Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok